Бонжур, дамы и господа! Я рад вас приветствовать, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев! Канал Рыболовные Приключения! Мы снова в деле! Итак, давайте сегодня приготовим новую, интересную, а может для кого-то просто забытую, старую, крутую рыболовную насадочку! Как я уже в прошедшем видео обещал, будет у нас использовано семя льна. Но сегодня, выйдя на улицу, проходя мимо аптеки, я заглянул и увидел, что там есть льняное масло. Поэтому у нас есть два рецепта, друзья. Итак, если у кого-то есть просто семя льна, а нету масла, не переживайте, два рецептика будем сделать из льна и из семени льна, вернее из масла льна. Итак, что мы делаем с семенем льна? В битве насадок наших рыболовных уже была насадочка. Высыпаем на сковородочку небольшой маленький огонек. Ждем, когда она начнет издавать аромат, начнет немножко похрустывать или постреливать. Выключаем, берем кофемолочку, перемалываем и добавляем. Или в тесто, или в манку, можно добавлять и в хлеб. Белый хлеб размачиваете, добавляете вот это вот перемолотое семя льна. Но это все предстоит делать вам перед самой рыбалочкой, потому что если она полежит, то запах естественно улетучивается и не так будет ароматно пахнуть для рыбы. Так что собрались ехать на рыбалку, там за час до рыбалки это все дело сделали. Положили в баночку или завернули в пакетик и поехали. Если у вас нету семени льна, а есть льняное масло, как у меня в данный момент, значит делать будем еще проще. Не надо ничего жарить, уже все давно готово. Итак, есть у меня вот здесь, я приготовил обычное пшеничное из муки тесто. Берем кусочек теста и добавляем туда наше вот это вот льняное масло. Я думаю много не надо, делаем вот такую вот там ямочку. И будем смотреть, как пойдет запах, значит хватит. Итак, чуть-чуть я вот сюда добавил и вот так вот, как пельмешку ее сворачиваем. Потом вот так руками мы это все дело переминаем. Ммм, запах обалдеть. Также можно добавлять это льняное масло, как я делал с чабрецом в прикормочку, на кормушку, капнули. Оно будет создавать там такое маслянистое пятно, что привлекает рыбу. И то же самое и семя льна. Поджарили, перемололи. Можно в прикормку даже не перемалывать. Смешали, эффект тоже будет обалденный. Так что не только насадочку, но эта тема работает и в прикормке. Скоро я выезжаю на рыбалку, я беру с собой вот это вот масло. Будем мы его добавлять, ароматизировать нашу кормушку. Набиваем прикормку и сверху чуток наливаем. Или делаем пробочку. Чуть-чуть корма линули, потом дальше кормом забили. И посмотрим, как оно себя покажет на реке. Но на данный момент мы с вами проверим эту насадочку на наших карасях. Они на готове и хотят испытать. Но прежде чем испытать, забрал я сегодня, сходил на почту посылочку. Мне пришли, ребята, флет-кормухи. Вот такие вот в Китае я заказал. Очень меня эта тема заинтересовала. Здесь у меня 4 кормушки. 30, 40, 50, 60 грамм. И вот эта штука, которой трамбовать, набивать вот эту флет-кормуху. Ссылочку оставлю в описании. Если кому интересно, можете заказать. Ну, сейчас я посмотрел. Покупал я их где-то за 6 долларов. Сейчас что-то цена на них подпрыгнула. Наверное, китайцы специально подняли цену. Сейчас она где-то 9. Но я думаю, цена скоро упадет. За 6 долларов 4 кормушки плюс вот эта вот штукенция. Я считаю, неплохо. Приобрел. Пусть будут. Впереди у нас отличное рыболовное приключение. Там, где мы будем это все пользоваться. И еще сюрпризик один, друзья. Идет мне катушка. Но это да ладно. А сегодня придет мне мой новый фидер. Помните, я ловил на этом заливе. И не мог добросить до своей точки. Она где-то метров 60-65 от берега. Я добрасывал. Ну как, из 5-3 заброса добрасывал. А так 2-3 метра что-то мне не хватало. У меня фидер Волжанка 60 плюс Оптимум. 3,60 длина. Тут что-то она мягенькая. На 30-40 метров феноменально работает. Но вот 50-60 уже начинаю мазать. Но сегодня мне придет Волжанка Оптима 3,90 с тестом 90 плюс. Все потом сниму. Распаковочку покажу. Расскажу, где покупал. Возможно, кто-то хочет как раз купить фидер. И не знает, какой выбрать. Так что посмотрите мое видео. Потестируем его на реке. И посмотрим, сделаем вывод. Стоит ли его брать или нет. Ну что, все рассказал. Погнали, карасян. Смотрим. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, друзья, давайте подведем итоги. Итак, повесил я нашу насадочку на империализированный крючок, опустил карася. И караси отлично подошли и начали отрывать от него кусочки. Очень им понравилось это тесто, аромат их привлекает. Так что, если вы собираетесь на рыбалочку, приготовьте такую насадку. Работает по лещу, карасю, по лотве. Я думаю, любая белая рыба не откажется отведать вот эту вот именно насадку. Так что, если у вас нет муки, делайте с маночки. Если у вас нет маночки, берете батон. И, я думаю, вас ждет отличные результаты. Я даже не думаю, я уверен. И не забываем добавлять лен в прикормку. В прикормке он очень тоже хорошо, аффективно работает. Так что, прикормочку добавили лен, насадочку сделали со льном. И поехали, наловили отличных карасей. Возможно, даже и карпов, если они у вас водятся. Все, друзья, вот такое вот коротенькое видео. Так что, подписываемся на канал, пишем комментарии. Кто хочет, ставит лайк. Кто не хочет, ставит тоже лайк. Так что, до новых встреч, а не очень и очень скоро. Новый фидер, новые кормухи, новые рыболовные приключения. Подпишись, ты увидишь их обязательно. Самый первый. Пока, пока, пока.